Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Получение Ана Злоповодства. Молитва есть немаловажнейший союз любви к Богу. Производит в нас навык собеседования с Ним и руководит к любомудрию. Ибо если обращающийся с необыкновенным человеком получает великую пользу от частого с ним обращения, то тем более постоянно беседующий с Богом. Но мы не знаем, сколько нужно пользы от молитвы, потому что не внимаем ей со всем усердием и не упражняемся в ней по законам Божьим. Когда мы намереваемся говорить с кем-нибудь из людей, которые выше нас, то приводим в надлежащий порядок и внешний вид, свой и походку, и одежду, и только потом вступаем в разговор. А когда приступаем к Богу, то зеваем, чешемся, оборачиваемся во все стороны, бываем небрежны. Преклоняем колено, а сами блуждаем мыслями по площадям. Но если бы мы приступали с надлежащим благоговением и как должно беседовать с Богом, то мы узнали бы еще прежде получения просимого, сколь великую пользу мы получаем от молитвы. Человек, который научился беседовать с Богом, как должен беседовать с Богом, делается ангелом, душа его отрешается от уз плоти, ум его возвышается и переселяется на небо, он презирает все житейское, становится предсамым престолом царским. Хотя бы он был даже бедным, хотя бы был рабом, хотя бы частным человеком, хотя бы и не ученым. Бог требует не красоты речи и не слов изысканных, но красоты души. И когда она будет говорить угодно ему, то получит все. Видишь ли, какое здесь удобство. У людей, кто хочет подойти к кому-нибудь, тому нужно быть красноречивым, уметь льстить всем окружающим начальника и придумать многое другое для того, чтобы лучше быть принятым. А здесь не нужно ничего, кроме одной бодрственной души. И нет никакого препятствия приблизиться к Богу. Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали, Иеремия 23, 23. Следовательно, от нас зависит быть далеко от Него, а Он всегда находится близко. Но что я говорю? Здесь не нужно красноречия. Часто бывают ненужные голоса. Ибо если ты скажешь в сердце своем и призовешь Его, как должно, то Он и тогда скоро услышит тебя. Так Он услышал и Моисея, так услышал и Анну. Нет, при нем воина, который отгонял бы приходящих, или оруженосца, который бы откладывал время и говорил. Теперь не время, теперь нельзя войти, пряги после. Но когда бы ты не пришел, Он стоит и слушает. Хотя бы во время обеда, хотя бы во время ужина, хотя бы в самое ночное время, хотя бы на площади, хотя бы на пути, хотя бы в спальне, хотя бы стоя пред начальником судилища, ты призвал Его, ничто не препятствует Ему услышать прошение, если ты призовешь Его, как должно. Нельзя сказать, я боюсь приступить и просить. Мой враг предстоит пред Ним. Здесь нет и этого препятствия, потому что Он не слушает врага и не отвергает твоего прошения. Но всегда и постоянно ты можешь беседовать с Ним, и нет к тому никакого затруднения. Ибо здесь не нужно, чтобы вводили тебя предверники, домашние распорядители, надзиратели, стражи или друзья. Но когда ты приступишь сам, собою, тогда Он особенно и услышит тебя. Тогда, когда ты не будешь просить никого другого. Не столько мы умоляем Бога просять через других, сколько сами собою. Так как Он желает преданности от нас и делает все для того, чтобы мы доверяли Ему, то когда видит, что мы делаем это сами от себя, то особенно внимает нам. Так Он поступил и с Хананейской женой. Когда Петр и Иаков ходатайствовали за нее, то Он не удовлетворил прошение. А когда она сама продолжала просить, то Он скоро даровал ей просимое. Если Он, по-видимому, несколько медлил, то поступил так не для того, чтобы эта жена ждала, но чтобы она получила больше венец и продолжением просьбы более приблизилась к Нему. Будем же и мы с усердием обращаться к Богу. Научимся, как совершать такое обращение. Не нужно не ходить в музей, не издерживать деньги, не нанимать учителей, ораторов или софистов, не тратить много времени, чтобы научиться такому собеседованию. Но достаточно только захотеть, и это искусство приобретено. В этом судилище ты можешь говорить не только сам за себя, но и за многих других. И какая цель этого искусства собеседования? Возношение молитвы. Нужно приступать к Богу с бодрственным умом, с окрушенную душой и с потоками слез, не просить ничего житейского, желать будущего, молить о духовном, не испрашивать зла врагам, ни в чем не злопамятствовать, исторгать из души свои все страсти, и таким образом приступать с сердцем сокрушенным и смиренным, оказывать совершенную покорность, изрекать языком своим благословение, не быть причастным ничему порочному, не иметь ничего общего с общим врагом вселенной, то есть дьяволом. Ибо того, кто говорит с царем о других, и в то же время имеет общение с его врагом, называют, наказывают и внешние законы. Посему и ты, если хочешь говорить с Богом о себе и других, старайся особенно о том, чтобы не иметь ничего общего с общим врагом вселенной. Аминь. Аминь. Из беседы на 4-й псалом.